Быть чисто выбритым, аккуратно одетым, отдавать предпочтение костюмам и не щеголять фирменными бирками известных брендов. Вот лишь ряд требований, которые будут предъявлены чиновникам уже в августе этого года. Помимо дресс-кода, свод правил будет включать в себя и этические нормы. Как-то быть нейтральными в отношении к партиям и общественным организациям, уважительно относиться к СМИ и ни в коем случае не использовать служебное положение в личных целях. Подчеркивается, что в общении с гражданами и коллегами, цитирую, недопустим пренебрежительный тон, грубость и заносчивость. Конец цитаты. Я думаю, что как раз у нас на этом такой-то проблемы не существует в городе. У нас достаточно всегда можно посмотреть, и депутаты, и сотрудники наших администраций всегда очень опрятно выглядят. И всегда такие, знаете, у нас нет таких проблем с этой стороны. И, по крайней мере, общаются они очень-очень бежливо. Отдельным пунктом планируется прописать, что физические параметры госслужащего не должны быть чрезмерно масштабными. Масштабными, как мы знаем, должны быть только его добрые замыслы. А сам чиновник должен быть подтянутым и вообще всем своим видом располагать к себе народ. Проект кодекса четыре раза вносился в Госдуму и четыре раза выносился из Госдумы, потому что целый ряд, так сказать, наших и законодателей, и представителей исполнительной власти не очень-то заинтересованы. Каковы будут санкции за отступление от норм кодекса, пока неизвестно. Однако планируется, что в перспективе правительственный кодекс этики станет настольной книгой для каждого госслужащего. КОНЕЦ